Всем привет! Сегодня у нас будет топ-10 моих любимых команд из чемпионатов Дичи. А вот у нас такое выступление. Издевайство над Минигаргом. Помахаем им ручкой на прощание. Ну а мы переходим к моим любимым командам. Десятое место занимает Ледяная Брюква из седьмого чемпионата Дичи. Отличная командная работа. Хорошая дальняя атака. Стан. Здесь есть всё. За это я их и люблю. Команда дошла до финала в седьмом чемпионате, но проиграла Электрограхомёту. А Электрограхомёт это просто казино, если честно. Девятое место занимает Магическая или Очаровывающая команда из первого чемпионата Дичи. Ведь здесь есть два моих любимых растения. Гипнокапуста и крокус. Когда-нибудь я сделаю топ моих любимых растений, но я реально обожаю и гипнокапуста и крокус. Но и стручок тоже, естественно, не промах. В принципе, эта команда была собрана не отдельным человеком, а голосованием в Телеграме. Но команда получилась и вправду сильной. Мало кто мог ей нормально противостоять. Только разве что Электрокоманда. Новая Электрокоманда это Дизбаланс, там красный ультамат, ещё два растения. То есть по сейчаснему террористу Дичи её было бы просто невозможно составить. Восьмое место. Магическая хватка из восьмого чемпионата Дичи. Восьмой чемпионат. Восьмое место. Я обожаю и Хватку, и Левитатор. Не спрашивайте, почему? Просто я их обожаю. Ну, и в связи с этим эта команда занимает восьмое место. Седьмое место. Спора Лютик из четвёртого чемпионата. Мне очень нравится эта способка спора Гриба с превращением зомби в Грибы. Ну, в принципе, и всё. Чё ещё можно одни сказать. Слабоватая команда, если честно, получилась. И её разнёс Электродурян в четвертьфинале. Это был реально разгром. Но команда осталась легендой за счёт своего маленького количества баллов. Шестое место. Тыквотомат из пятого чемпионата Дичи. Фух. Что ж можно о нём сказать. Единственная нормальная команда с красным помидором. Ура! В принципе, за баланс я её и люблю. Это реально сбалансированная команда с красным ультаматом. Кто бы мог подумать. Она ещё и по терлисту составлена. Ну, я не понимаю одно единственное но. Почему тыква стоит на ультамате? Почему не на боинг-сете? Именно из-за этого боинг-сету постоянно сжирали. Ну и давайте посмотрим, как они хилеров уничтожат. Ультамат. Домой. Этого тоже домой. Просто чуть подождать. И давай ультамат. Домой, домой, пупса. Ну что же. А мы переходим к топ-5. Ой, я не прекратила запись. Четвёртое место занимает Ледяной Джек. Да, для вас может быть неожиданностью. Почему не выше? Но многие из вас реально поставили бы его на, возможно, первое место. Ну или хотя бы выше. Но я не так, чтобы фанат данной сборки. Ну, что сказать. Сильнейший есть сильнейших этот ваш Джек. Ну и ещё отсутствие фланговой атаки. Я не понимаю, как они с отсутствием фланговой атаки победили в Лиге Чемпионов. Третье место занимает Смолист Ирис. Я обожала его. Болел за него так, будто я его составлял. Но был сильно в нём разочарован. После финала Лиги Чемпионов. Там он проиграл Ледяному Джеку. Чуть-чуть ему не хватило до победы. Буквально 3 балла. Но Смолист Ирис, естественно, всегда останется в моём сердечке. Ну что же. Второе место занимает имитатор Римофана. Это шедевр. Каждый, кто смотрел Десятый Чемпионат, поймёт. Римофан, я не знаю, чем он думал, когда составлял эту сборку. Я знаю, что он составлял эту сборку изначально против циркового гарга. Но тут слабая фланговая атака. Да и по центру не так, чтобы сильная. Эта команда установила антирекорд по баллам. 3,5 балла за 15 раундов. Как? Я без понятия. Это они выступили хуже, чем гороховый пенёк. Или тот же самый Мракодамский тигр. Причём выступили они в разы хуже. Мракодамский тигр набрал чуть ли не в 3 раза больше баллов, чем имитатор Римофана. Но зато он и легенды. То, что выступил он, ужасно. Ну что же, легенды никогда не забываются. Ну а мы переходим к первому месту. Первое место. Тайфунское доминирование. Я обожаю его. И даже не смейте говорить, что есть кто-то лучше его. Он отомстил за всех левитаторов. А ещё принёс мне какую-никакую популярность. Ведь моё видео с разбором тайфунского доминирования набрало 2200 просмотров. За что я, кстати, благодарен и вам. А эта команда победила в 10-м чемпионате. Я говорил именно в этом ролике, что тайфунское доминирование будет чемпионом. И оно оправдалось. Тайфунское доминирование стало чемпионом. Это просто что-то невероятное. Я сам не понимаю, как это... Я просто не могу это описать. Ну а в следующем моём видео сразятся две монструозные команды. Яблочный цитрон и Морозная шляпка. Фух... Написал несколько листов сценария, но... Ну а, вот оно и закончилось. Написал несколько листов сценария, но надеюсь, вам понравилось видео. Составляйте команды в чемпионатах. Не только моих и не только дичи. Вообще в любых и в римафанских. И во всех. И желаю вам, чтобы ваши команды побеждали. Всем удачи и всем. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.